Аресты и задержания Высокопоставленных чиновников в Башкортостане Входит в привычку у жителей региона На минувшей неделе Правоохранителями был задержан А в дальнейшем арестован На два месяца домашнего ареста Заместитель министра Транспорта и дорожного строительства Виктор Михайлович Жульков Правоохранители Вменяют ему в вину Некую сделку по ремонту Дорожного полотна Улицы Горького в городе Сибае По версии следствия Выгодоприобретателем По этой сделке стала компания Которую ассоциируют с министром Транспорта и дорожного строительства Господином Булышевым Следствие предполагает Что конкурс по Ремонту Улицы Горького в Сибае Был проведен с коррупционными нарушениями Кстати говоря Хронологически эта сделка относится к тому моменту Когда в Сибае мэром был тот самый Рустам Авзалов Который ныне у нас министр туризма и предпринимательства По неподтвержденным данным Подчеркну пока еще неподтвержденным С господина Авзалова взята подписка о невыезде И он тоже участник этого процесса Вопросов конечно вот по этой истории очень много Первый и главный вопрос Какова роль господина Булышева Потому что вот эта злосчастная фирма ООО Кизилдорстрой Она первоначально принадлежала господину Булышеву И вот именно она участвовала в этой сделке в Сибае Второй вопрос конечно такой Эмпирический Сдаст ли господин Жульков своих подельников Или предпочтет за все отвечать сам К сожалению законодательство Российской Федерации Устроено так что По сути господину Жулькову И прочим попавшим в подобную ситуацию Невыгодно сдавать своих подельников Потому что по закону ответственность в группе Она более суровая Чем тот случай когда приходится отвечать Одному злодею который вот что-то там натворил Ну и конечно же остается вопрос Как отреагирует Хабиров Вот на эту историю Мы помним что он в случае с Беляевым Кучербаевым Который тоже министр И тоже находится сейчас под следствием В этом случае Хабиров Отчаянно их защищал Отмазывал Заявлял что там все не доказано Да я их с работы не уволю Пока приговора не будет И так далее и так далее Ну естественно Самым главным вопросом остается Вопрос к самому Хабирову Дорогой Радий Фаритович А не кажется вам что такое количество Высших чиновников Республики Башкортостан Находящихся под следствием Наводит на мысли о том Что что-то не так У вас с кадровой политикой И с кадрами в целом Может быть что-то нужно Как говорится там подправить Может быть хватит уже Верных и начать искать умных Или хотя бы честных Ну в общем конечно Очередной скандал В благородном семействе Очередной член вот этой команды Х пополняет Список подследственных А им возможно В дальнейшем уже осужденных Про господина Жулькова Много чего рассказывают Мы будем внимательно наблюдать За ним и за ситуацией вокруг Следствия Которое в его отношении сейчас идет Напомню что до 9 января 2023 года господин Жульков Заключен под домашний арест К моему величайшему удивлению Белый дом республики Башкортостан Все-таки прислушался К одному из моих предложений Которые я сделал В предыдущих передачах И проводы азата солдата лейтенанта На специальную военную операцию Произошли именно с советской площади города Уфы Во-первых я предлагаю присвоить ему Сразу звание генерала лейтенанта И заранее наградить его во всю грудь И можно даже во всю спину Чтобы ну уж потом как говорится Два раза не вставать Во-вторых нужно прикрепить к нему Какого-нибудь шустрого военкора А лучше двоих Чтобы освещать его славный путь Как говорится в боевых действиях А для того чтобы дезориентировать Коварного врага И вывести как говорится За скобки планы украфашистов Для этого я предлагаю послать На передовую не самого азата солдата А его двойника Это вообще точно спутает все планы противника Ну и завершаю свое предложение Тем что проводы В ряды вооруженных сил Российской Федерации Азата солдата Должны произойти прямо от монумента Генерала Шеймуратова Ну не зря же строили Ну под марш Прощание славянки Это само собой понятно На белом коне Со всеми воинскими почестями Включая троекратный залп из Катюши Вот тогда конечно Духоподъемность всей этой Странной пиар акции Будет резко выше чем она сейчас И народ наверное воспрянет И будет кричать ура И в воздух даже полетят Зимние чепчики Обставлено все было конечно помпезно Провожать самого распиаренного Добровольца республики Башкортостан Приехал сам Хабиров Военком республики Башкортостан И еще какие-то четверо В масках Судя по всему Это была его личная охрана На фоне памятника генералу Шеймуратову Барданов бурно обнимался Со всеми желающими Вокруг истерично звучала Песня Шеймуратов Генерал Звучала на родном языке естественно И в общем не хватало только Салюта и стрельбы В воздух из какого-нибудь Стрелкового оружия Но возможно это у нас еще впереди По возвращению Азата солдата В общем конечно Как говорят в народе Гагарин скромнее в космос улетал Продолжение следует... Все, конечно, было очень сумбурно и шумно, но очевидцы говорят, что обнимаясь Хабиров шепнул на ухо Азату, дескать, не бойся, Азат, к Новому году вернешься. Тут, конечно, много всяких подозрений и предположений, но мы их пока отложим в сторону и вообще скорбно умолкаем. Будем просто наблюдать за судьбой отчаянного воина башкирского воинства Азата-солдата Барданова. Как бы там не предполагалось и как бы Азат-солдат не отключал свои социальные сети, конечно же, не удастся сохранить в полной тайне, куда на самом деле отправляется этот бравый доброволец и как он будет себя вести там на передовой, несмотря на то, что, судя по всему, надвигается некое затишье боевых действий, однако там, куда он едет, конечно же, безопасно не будет. В общем, без всякой иронии пожелаем остаться Азату-солдату в живых, потому что к нему еще очень много вопросов и по возвращению, я надеюсь, никакие заслуги ордена не затмят возможности задать эти вопросы и разобраться с деятельностью этого горе-вице-премьера по-настоящему и до конца. Молчание БСТ на этой неделе было традиционным, при этом мы все равно расскажем вам о том, о чем нам не рассказывают официальные каналы новостей и событий в республике. На минувшей неделе произошла крупная авария на теплотрассе в микрорайоне Уфы и Норс. Половина этого района осталась без тепла и горячего водоснабжения, а уже утром в субботу произошла также крупная авария на водоводе крупного диаметра в районе улицы Пугачевой. И также большое количество домов на этой улице и в этом районе остались без воды. Видимо, это и есть то самое, что нам обещал Ради Фаритович, что зима у нас будет существенно лучше, чем в Европе. Вот дословно он так прозвучало. Но все-таки, дорогой Ради Фаритович, вы позвоните дочерям в Вену и Лондон, уточните, как у них там в Европе, потому что, возможно, вас кто-то опять обманул и рассказывает страшные истории, что европейцы уже грызут кору и греются о диких зверей в лесах. Но на самом деле то, что происходит в городе Уфе и в ее районах, ничего общего, конечно, с европейским уровнем коммунального обеспечения не имеет. Потому, Ради Фаритович, по-моему, вы все-таки заблуждаетесь. Перестаньте мучить жителей города вот этими своими экзерсисами и займитесь коммунальным хозяйством, отвлекитесь от пиара, перестаньте обниматься со своими, значит, сослуживцами и начинайте заниматься делом. Не особенно рассказывают нам официальные источники о том, что в то время, как Ради Фаритович уперся рогами и копытами в родную землю и пытается сжить со святого оператора по вывозу твердокоммунальных отходов под названием Дюртюли-Мелево-Водстрой, в то же самое время другой оператор по вывозу мусора, любимый оператор Ради Фаритовича, спецавтохозяйство города из Уфы попадает в очень странную, на самом деле неприличную ситуацию. Я говорю о том, что суд оштрафовал вот эту компанию спецавтохозяйства города на 40 миллионов рублей за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Возможно, Ради Фаритович обратил свое грозное внимание вовсе не на того оператора твердокоммунальных отходов, с которым он воюет вот уже год с лишним. Ну и, конечно же, БСТ не расскажет нам о том, что на минувшей неделе стало известно о том, как правоохранители республики раскрыли очень странную схему при строительстве школы все в том же самом многострадальном инорсе. Подрядчик строительства ООО фирма Су-10 не выполнила работы по монтажу сантехники, канализации, изоляции труб, паркета, кровли в здании, но при этом заказчик работ управления капитального строительства республики Башкортостан под руководством все той же легендарной госпожи Ексановой, так вот этот заказчик принял работы в полном объеме и оплатил их на много-много миллионов рублей. Ну, как по мне, так это вот чистой воды коррупционное преступление. Работы не сделаны, за счет государства оплачены. Но ничего подобного, никакой тюрьмы и даже никакого домашнего ареста. Всего лишь штраф. Штраф наложили на должностное лицо управления капитального строительства и все. Вот понимаете, да, как странно выглядит правосудие в Российской Федерации. То есть, если мешок картошки украсть, это, вероятнее всего, тюрьма. А если подписать несуществующие работы и оплатить их за счет государства, по сути, нанеся ущерб государству, это вот штрафик и, как говорится, а-та-та. Кстати говоря, сам Хабиров неоднократно говорил, что взаимоотношения между заказчиком в лице государства и каким бы то ни было подрядчиком должны быть выстроены на, в принципе, сначала работа, а потом оплата. Никаких вот этих договорников, подмигиваний и похлопываний. Вот внутри подобных мутных и скользких отношений всегда кроется коррупция. Работы должны быть 100% выполнены, а потом оплачены. Нет, конечно, существует там по контрактам всевозможная предоплата, там столько, столько, столько. Но имеется в виду закрытие работ, завершение работ. Должно быть только по факту их исполнения. Ну, в общем, видимо, госпожа Ексановой удается в очередной раз избежать какой-либо ответственности для себя и для своих подчиненных, а мы продолжаем с все нарастающим интересом следить за ее карьерой. Ну и, конечно же, городские и республиканские новостные сайты не сообщат нам о том, что суд окончательно побрил Хабирова и Мавлиева в стремлении прекратить строительство двух высоток около госцирка на проспекте. Точка в вопросе поставлена. ЖК «Зе Прайм» будет построен и будет возвышаться над нашим обрушающимся госцирком. Все вот эти вот завывания и потопывания ножками, они закончились. И хочется тут такую вот эту шутку сказать. А как дышали? Как дышали? Как шумели? Как истерили на тему прекратить, запретить? Я же сказал, ни черта у них не получилось. В правительстве Республики Башкортостан произошли некоторые перестановки. И, судя по всему, процесс загонения господина Тажеддинова под лавку можно считать окончательно завершенным. Наверное, Радий Хабиров мог бы расправиться с Тажеддиновым разом, сразу и еще в 2018 году. Но он иезуитски предпочел отрезать коту хвост по частям. И, пометуя о злопамятности Радия Фаридовича, можно предположить, что он получает от этого какое-то удовольствие. Прямо скажем, причина для подобной мести была. Тажеддинов трижды предал Хабирова в тот тяжелый период 2008-2009 годов. И, конечно же, кроме ненависти у Хабирова к нему ничего не могло сохраниться. Теперь Ильшат Азаматович практически лишен всех своих былых полномочий и поставлен на самый расстрельный участок работы в правительстве. А именно, он теперь отвечает за исполнение нацпроектов. А вот с этим делом в Республике Башкортостан совсем плохо. Видимо, заведомо понимая, как там обстоят дела, Хабиров ставит Тажеддинова именно на этот участок. И самое интересное, что только за это теперь будет отвечать Тажеддинов. Больше с него спросить будет не за что. Приведу только два примера того, в каком состоянии находится исполнение нацпроектов в Республике Башкортостан. Вот, например, нацпроект «Жилье». Из 24 объектов, которые должны быть сданы в 2022 году, введут в строй только 15. То есть 62,5%. Это крайне низкий процент исполнения нацпроекта. По школам, которые строятся тоже в рамках нацпроекта, ситуация совсем аховая. Но в Булгакова по плану должны были сдать в августе аж 2021 года, потом в августе 2022 года. Еще раз перенесли сдачу этой школы на 1 ноября 2022 года. Теперь посмотрите вокруг и трезво ужаснитесь. Вокруг уже у нас 12 ноября. Но школа до сих пор еще не сдана. То же самое примерно происходит и со школы в Старом Сибае. То есть когда ее сдадут, вообще неизвестно. И уже не называются даже даты. То есть вот за это все теперь ответит Илшад Тажидинов. Казалось бы, он здесь совершенно ни при чем. И вроде как не участвовал. Но придется отвечать. Есть ощущение того, что Хабиров тем самым убивает двух зайцев сразу. Во-первых, он убивает заклятого друга Тажидинова окончательно. Ему будет что предъявить и будет за что с позором уволить с работы. Ну и второй, он прикрывает задницу правительства от гнева федерального центра. Дескать, вот виновный найден и наказан. В начале сегодняшнего выпуска мы говорили о странной сделке с ремонтом дороги в Сибае, которая привела к аресту заместителя министра транспорта и дорожного строительства. Но, увы, в Хабировской Башкирии этих сделок не с честь. Куда ни кинь, всю подобные странные операции с имуществом, собственностью и государственными деньгами. И вот еще один пример, который, на мой взгляд, потенциально тянет на серьезное разбирательство и выяснение причин случившегося. Год назад Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, который сейчас возглавляет мадам Полянская, зачем-то передает государственному предприятию Башкиров Тодор акции государственного предприятия Стерель-Тамакские железные дороги. Это акционерное общество, которое полностью принадлежит Республике. Зачем, почему, непонятно. Проходит год, и сейчас Башкиров Тодор, получив эти акции, выставляет их на продажу почти за 400 миллионов рублей. Вообще, акционерное общество Стерель-Тамакские железные дороги – это очень интересный актив. По сути, это некая система железнодорожных путей, которые расположены в основном в промышленной зоне города Стерель-Тамака. И эта система железнодорожных путей обеспечивает логистику крупнейших нефтехимических предприятий, расположенных в упомянутом городе. То есть, по сути, тот, кто владеет и эксплуатирует эту систему, он не только может диктовать свои условия этим крупным производителям, там и соды, и нефтяные, и нефтеперерабатывающие, и химические предприятия, а по сути, всему промышленному комплексу Стерель-Тамака не только диктовать, но и получать стабильно оплату за свои услуги. То есть, предприятие это заподозрить в убыточности или в каком-то там, я не знаю, упадке, наверное, очень сложно. В связи с чем возникают вопросы? Во-первых, с какой целью Министерство земельных и имущественных отношений передает акции АО Стерель-Тамакские железные дороги Башкиров-Тадору? Вот зачем? Как это было обосновано? Второй вопрос. Зачем теперь продавать то, что неплохо работает и, в общем-то, приносит прибыль, зарплату и налоги? Значит, если оно хорошо работает, зачем продавать? Если плохо работает, то тогда зачем передали Башкиров-Тадору? Это же совершенно непрофильный актив. Башкиров-Тадор, насколько мы знаем, строит дороги, а не занимается железнодорожными перевозками. Ну и уже вопросы такие с намеком. Под кого заточена сделка по продаже вот этих вот Стерель-Тамакских железных дорог? Самый главный вопрос. Обоснована ли цена? Кто проводил экспертизу и оценку стоимости этого предприятия, чтобы выявить цену его продажи? В общем, вопросов, конечно, очень много. И я прошу считать эти вопросы адресованными как Министерству земельно-имущественного отношения, так, в общем-то, и правоохранительным органам, которым, наверное, прежде чем случится эта сделка, следовало бы проверить чистоту вот этой операции и целесообразность в отношении того, что многие предприятия Стерель-Тамаксского узла признаны стратегически важными. Кому продается эта железная дорога, по какой цене и надо ли вообще это делать? Наш подписчик Ильшат Мухаммедов рассказал нам чудесную историю о том, как, по его мнению, коммунальщики села Булгакова извлекают деньги буквально из ничего. Когда Ильшат Мухаммедов перебрался в таунхаус в селе Булгакова, закономерно ему понадобились услуги водоснабжения и водоотведения. Эти услуги в селе Булгакова оказываются централизованы. Это уже такое цивилизованное, красивое пригородное село. Там есть центральный водопровод и канализация. Естественно, Ильшат обратился в местную управляющую компанию, которая называется Новобулгаковская. Его там любезно приняли, заключили с ним договор на предоставление этих услуг. И когда Ильшат ознакомился с договором в полной мере, он с удивлением обнаружил там некую дополнительную услугу, третью, водоснабжение, водоотведение. А третье было обслуживание территории. Причем был тариф указан 18 рублей 79 копеек за квадратный метр жилья. Все как бы наукообразно. Он спросил, что это такое, зачем и почему. В управляющей компании, кстати говоря, под запись ему объяснили, что это утвержденный тариф. Государственным комитетом по тарифам все в порядке, так должно быть. Ну, так сказать, без протокола объяснили, что это плата за обслуживание дорог в этом селе, на подъезде к его дому. Ну, Ильшат Мухаммедов как-то человек немножко более грамотный, чем в среднем. Видимо, предположил, что что-то тут не так. За какие такие дороги ему еще нужно платить. И начал разбираться, писать письма в инстанции, жаловаться, требовать объяснения и сатисфакции. На что управляющая компания, кстати говоря, обиделась и на некоторое время даже отключила ему воду. Семейство Ильшата многочисленное и, в общем-то, он претерпел некие страдания, пока воду не включили снова. Но в итоге всего этого разбирательства, кстати говоря, Госкомитет по тарифам категорически отверг вообще существование подобного тарифа и подобной услуги. А прокуратура выяснила, что вот эти услуги оказывались незаконны и даже оштрафовала управляющую компанию, представляете, на целых 5000 рублей. В конечном итоге Ильшат Мухаммедов перестал платить вот этот сбор за эксплуатацию дорог в селе Булгакова. Ну, я бы даже назвал это не сбор, это оброк некий. Но, как выяснилось, Ильшат Мухаммедов, он один такой умный. Остальные-то продолжают платить вот это все и им можно только посочувствовать, припоминая знаменитую русскую поговорку «без лоха и жизнь плоха». Кстати говоря, рассматривая документы, которые представил нам Ильшат Мухаммедов и некоторые другие жители села Булгакова, я обратил внимание на то, что в переписке с администрацией района выясняется такой интересный момент, что вот земли, на которых находятся вот эти дороги, за которые якобы управляющая компания Новобулгаковская взымала плату, ну, формально эта плата была за обслуживание какой-то там территории. Так вот, эти земли принадлежат району и район по утверждению районной администрации никаких отношений с управляющей компанией Новобулгаковской не имеет. Замечательно. По-моему, это все-таки повод для прокуратуры и правоохранителей поразбираться, не случился ли там такой факт извлечения незаконной прибыли или еще что-то подобное вот в этой вот самой операции при обслуживании территории. Вообще, конечно, меня удивляет то, насколько покорно относятся жители к подобным вещам. Им выставляют необоснованный платеж, они смотрят в бумажку, покорно платят. Причем суммы, кстати говоря, весьма приличные. То есть, тот же Ильшат Мухаммедов посчитал, что в год он будет отдавать вот за этот вот оброк примерно 23 тысячи рублей. Это немалая сумма, их можно было бы направить на что-нибудь полезное для дома, для семьи. Ну, жители покорно молчат и платят. Много шума на минувшей неделе наделали кадры с тем, как строительная монтажная вышка поднимается и приближается к лицу монумента Салавата Юлаева. Эти кадры мгновенно облетели все паблики в Башкирии и вспыхнуло целое море ярких и противоречивых слухов. Ну, Салавата разбирают, Салавата увозят, его нам не вернут. На месте Салавата построят нового генерала Шаймуратова, ну и так далее, и так далее. То есть, конечно, все это начало закипать и загибаться многократно. Граждане, давайте не будем сходить с ума раньше времени. Мы еще, как говорится, успеем. На самом деле, началось обследование скульптуры в рамках проектирования, реставрации, реконструкции этого монумента. Вот не больше и не меньше. Прежде чем начать ремонтировать Салавата Юлаева, а его необходимо ремонтировать, это точно, нужно досконально разобраться и понять, какой же урон был нанесен временем вот этому историческому монументу. Ну, вот те, кто кричат о том, что у нас похищают Салавата прямо на глазах, не задумывались о том, что, во-первых, работа эта уникальная, во-вторых, непонятно изначально, что нужно делать. Нужно все это обследовать, отфотографировать, измерить, промерить и понять, что делать дальше. Тут, конечно, есть колоссальное упущение наших властей. Это вот господин Кельсинбаев-Порчаковский, чем они занимаются, всякой херней, простите за французский. Им нужно заниматься тем, что они должны рассказывать через свои средства массовой информации, которые, кстати говоря, обильно оплачиваются из бюджета. Так вот, через них нужно рассказывать подробно, пошагово, детально, что планируется делать, как это будет происходить и что означает каждое событие и каждый факт вокруг Салавата Юлаева. Коль скоро этот вопрос вызывает столько много интереса, и коль скоро он такой болезненный для населения, это нужно учитывать и с этим нужно работать. К сожалению, те, кто призваны сейчас у нас во внутриполитический блок в Республике Башкортостан, я имею в виду, опять того же самого Кельсинбаева и ту же самую Прочаковскую, понятия не имеют о том, как эту работу нужно делать. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к тем, кто непосредственно занят вот этой вот реставрацией памятника. Мы готовы достоверно и объективно освещать вот эту процедуру, этот уникальный проект, хотя бы для того, чтобы не возникало вот таких вот идиотских слухов о похищении памятника и прочем, и прочем. Если у вас достаточно смелости и компетенции, вы можете связаться с нами, и мы каким-то образом совместно будем освещать этот процесс. Мы продолжаем наши традиционные опросы подписчиков на телеграм-канале «Открытая политика», и на этой неделе мы задали вопрос, который, пожалуй, волнует многих. Вопрос звучал так. Должно ли государство оплачивать патриотизм и добровольчество? 28% участвовавших в опросе ответили, что да, государство должно платить добровольцам, и в этом нет ничего плохого. 13% опрошенных на нашем канале полагают, что добровольцы вообще сами должны доплачивать за право и честь участия в специальной военной операции. Ну и подавляющее большинство было выявлено, это 59%, которые уверены, что государство точно не должно платить добровольцам, что добровольцы добровольно идут туда, куда они идут, и вообще настоящего патриота деньгами можно в этой ситуации даже оскорбить. Вот такой вот расклад. Если у вас есть свое мнение, если вы хотите участвовать в подобных опросах, а они у нас проходят регулярно, и вообще хотите получать оперативную информацию, то, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Открытая политика», который так и называется «Открытая политика». А также призываю всех ставить лайки под нашим вот этим сегодняшним видео, это очень важно для продвижения и этого видео в отдельности, и канала в целом, тем, кто может и в состоянии. Мы говорим большое спасибо за помощь нашему каналу, который вы оказываете финансово. К сожалению, это можно сделать единственным возможным способом, перечислив деньги на те реквизиты, которые мы указываем под каждым нашим видео и показываем в конце каждого нашего видео. Заранее большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok